мир всем мы сегодня хотели поделиться как приготовить пельмени с чего вообще начинать делать их там у нас было немножечко мясо козлятина вот я тут немножко уже лук сделал для фарша пельмени это одно из видов деревенской еды сейчас мы покажем как как это сделать как это налепить красавцев всей семьей как это было раньше традиционно ну собственно у нас было мясо мы его вытащили разморозили сейчас порезали помельче и сейчас начнем ну поэтапно вот первый этап на перекрутить да все надо фарш ну поехали да а и и и и и и и и и Вот мы перемололи фарш, сейчас мы посолим, я на глаз примерно все делаю, соль, значит черный перец молотый добавляем, и фарш, он влажный и лук тоже дает влагу, и такой есть у нас женский секрет, добавляем манку в фарш, вот так, ни много ни мало, сейчас вот буду перемешивать, будет понятно, надо еще манку добавить или не надо. О, влажный фарш, сейчас еще добавлю, прям влажный такой. Сейчас мы доведем до нужной консистенции и будем делать тесто для пельнений. Вот, взяли пакетик, убираем его, еще очистка, в холодильник. 20 минут, ну, говорят, зазревает тесто, 20 минут в холодильнике. Значит, сейчас мы этот весь хаос уберем и главное, позвать бригаду лепщиков. Так, ну что, бригада лепщиков уже сидит на месте, готова. Сейчас мы в этот противень тоже немножечко посыпем муки. Для чего сыпется мука? Чтобы тесто не переставало сильно, чтобы потом легче было, да, от диры. Вот, берем сочни, держите, раз, два, три, все, так, ложка, значит, кому еще нужно будет муки, тоже скажете мне, значит, показываю, как это делается у нас на Руси. Вот, берешь немножко мяса, много не надо, вот так чик, взлепливаешь его. Краечки, конечно, надо немножко, ну так, по это, кстати, мяса можно, по всей видимости, больше, что-то у меня большая шляпа получилась. Вот, ну, это только начало, сейчас тут такие будут летающие тарелки, шляпы всякие. Вот, да, и все, и вот положили его сюда. Все, Господи, благослови, поехали. Давайте, берите ложки, поближе мясо себе. То есть, каждому, чтобы поесть, нужно себе налепить пельменей. Так, ну-ка, давай. И надо сварить же надо. Ну, конечно, сначала надо сварить, а потом уже. Но прежде чем сварить, их нужно налепить. Вот, мы сейчас начнем лепить, потом покажем, сколько мы налепили. В принципе, это лепится недолго. И, вообще, всегда это было, знаете, как некая такая традиция, когда собиралась вся семья за большим столом. Родственники, дяди, тети, может быть, даже приглашались, какие-то знакомые. Ну, по всей видимости, не знаю, готовилось мясо там, в смысле, специально или было. Вот, и все лепили много пельменей. Вот тут немножечко я сейчас... Смотри, так это ты. Нужно вот так вот, кругляшок, раз, вот здесь вот закрывать. То есть, по кругу закрываешь все равно. Вот. И все, и тут тоже. Ну, это, как говорится, первый блин комом, да? Потом они будут лучше. Все, потом мы покажем, сколько мы тут прям, ну, налетим. Так что все, лепим дальше все, активно. Процесс продолжается. Стой. Что-то мяса многовато у тебя тут. Перерасход мяса на один квадратный сантиметр. Так. Тут надо закрывать. И добавлять муки. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Дальше сам. Где мы, где-то я не додел, по-моему. Вот это что ли. Вот тут у нас уже растет количество помаленечку. Виды пельменей у нас всякие. Ну, вот. Ну, в принципе, я так посмотрел, я думаю, что мы вполне можем лепить пельмени на продажу. Правда, мы их не умеем взять пельмени. Какие-нибудь инопланетные там тарталетки или козыльки. Да, инопланетные шляпы. Да, инопланетные шляпы. И самое главное будет то, что они натуральные. Да. И мясо козлятина, оно намного полезнее, чем даже там баранина. Паранина. Так, стоп. Вот видишь, тут человек делает полуфабрикаты. Я тут немножко подзаканчиваю. Да? Вот так. Раз, все. Давай тебе новость очень. Оп. Да, новое. Очень. Тихо, 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 тихо. Эх, эх, эх. Смотри-ка, они тут, видишь, как вон там. Я здесь такой крепкий пельмени сделаю. Ой, ой, ой. Ну, и в принципе, надо делать крепкими, да, чтобы они не разваливались. А то каша будет. Когда будут разваливаться. Да, мне вареное мясо тоже очень нравится. Да, кош надо пошить. Кош надо пошить. Да, я бы кошечку. Да, я бы кошечку хочу. Угу. Все. Давай, делай. Ты последний. Что? Деру. И пойду кошку пошить. Показалось. Давай, делай. Телу, делай, все люби. Аккуратно, аккуратно, красиво делать. Вот что-то. Даже в таком деле надо совершенствоваться. Делать что-то было. Это были такие, прям как настоящие. Понятно? Агрессивных не кидай. Так, ну все, вода закипела. Что-то кинулись, а кастрюли нету. Пришлось маленькую кастрюлю поставить. Но свободной кастрюли больше нету. Вот. В общем, мы тут налепили уже наших инопланетян. Сейчас медленно скидываем. И надо их обязательно помешать. Сейчас я посмотрю, может быть, штук 30 сюда. Ну, за несколько подходов сварим. Налепили пока 60 педвеней. Будем кидать всяких. Так, я что-то кидаю, кидаю. Если честно, я не считаю. Надо же. Надо вообще-то было считать. Ну, сейчас примерно на глаз тут. Что-то 15 уже. Деревянная ложечка. Сейчас мы помешаем потихонечку. Воду уже подсолили. Поэтому. Сейчас еще подкину так, чтобы прям это плотненько было. Да, нормально. Вот. Поварим. Потом можно эти пельмени выложить куда-то в какую-то тарелку большую. и положить сюда остальные пельмешки. Так. Ну, все, наверное, собственно. Хотя тут, в принципе, есть еще свободное место. Можно еще положить. Сейчас. Ну, ладно. Все, чтобы тут это... Чтобы не было тут каша у нас. Так-то вроде они плавают. Свободные, я думаю, нормальные. Господи, Сухи Христе, с Него уже помилил нас. Все, Бог благословил. Ешьте. Ешьте. Хлеб уберите. Наконец-то у нас эпопея с пельменями подошла к самому главному моменту, когда можно наконец-то поесть пельмени. Пельмени отварились за два подхода. Тут еще даже в чашке еще осталось. Ну, пельмени-то такое необычное, конечно, блюдо. Странное весьма. Мясо закатывают в тесто. Ну, это такое блюдо с сибирским характером. Желательно, чтобы была какая-то трава, зелень. У нас первоначальная зелень, да, вот, конец мая. Тут есть лук вот такой. Я еще слезун с поля рву пасу коров, дикий слезун. На, всем помаленечку держите. Ну, в данном случае, в этой, что-то его уже подъели. Держи всем. Вот тебе. Кстати, уже перчик вот такой вырос. Ну, это практически на подоконнике, наверное. Большую часть выросла. Держите все. Нет, он на колоде. Значит, обязательно перчику добавляем, да, для вкуса молотого. Вот, вообще, пельмени, это прям, как сказать, ну, такая серьезная еда такая для русского мужика. Тем более для сибиряка. И если иногда нету пельмени, это прям такая микро-трегеджи. Ну, в общем-то, сейчас это можно посмотреть. Смотрим дальше. Соскучились по-русски идти? Искали, искали в меню. Оказалось, что решили найти пельмени. Вот видите, сейчас. Ага, что такое? Пельмени нету, сори. Нету? Нету? О, нету. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!